Добрый день. Сегодня мы рассмотрим один из вопросов неорганической химии, решение которого имеет, однако, очень большое значение и для правильного понимания специфики строения органических соединений. Это вопрос о электролитической диссоциации. Как возник этот вопрос? Дело в том, что в середине прошлого века ученые-химики столкнулись с рядом вопросов, которые не находили объяснения в рамках существующих теорий. Такие вопросы относились прежде всего к исследованию электропроводности растворов неорганических веществ в воде. Сейчас вы увидите прибор, который в настоящее время используется для исследования электропроводности растворов неорганических веществ. Этот прибор состоит из источника тока, двух электродов, которые помещаются в исследуемый раствор, и прибора, позволяющего фиксировать электропроводность амперметра. Вот эти электроды. Сейчас электроды вводятся в раствор уксусной кислоты. Вы видите, что стрелка прибора отклоняется. Это говорит о том, что раствор обладает определенной электропроводностью. А сейчас взята соляная кислота. Обратите внимание на то, что концентрация соляной кислоты та же, что и уксусной. Однако стрелка отклоняется значительно больше. Это свидетельствует о том, что электропроводность раствора соляной кислоты существенно выше, чем электропроводность раствора уксусной кислоты с той же концентрацией. Это наводит на мысль о том, что не сами молекулы растворенного вещества ответственны за электропроводность. Да и действительно, как могут нейтральные молекулы быть ответственными за электропроводность раствора? И вот в 1887 году для объяснения этого явления шведский ученый Сванте Аррениус сформулировал основные принципы теории электролитической диссоциации, согласно которой за электропроводность растворов ответственны не сами молекулы растворенного вещества, а те продукты, которые образуются при диссоциации, распаде этих молекул в растворе. Это ионы, которые возникают при диссоциации нейтральных молекул. Таким образом, основной принцип теории электролитической диссоциации состоит в следующем. Кислоты, основания и соли с полярными и ионными связями при растворении в воде распадаются, диссоциируют на ионы положительные и отрицательные. Вы помните, что положительные ионы носят название катионов, а отрицательные анионов. Таким образом, теория электролитической диссоциации позволила объяснить это явление. Существенная роль в диссоциации молекул растворенного вещества принадлежит молекулам воды. Дело в том, что в силу большей электроотрицательности атома кислорода, электронные пары связей H-O смещены в сторону кислородного атома. В результате этого смещения на атоме кислорода образуется избыточный отрицательный заряд, а на водородных атомах, естественно, возникает некоторый положительный заряд. Поэтому молекула воды обладает дипольным моментом, или, как принято еще говорить, она полярна. Сейчас вы видите схематическое изображение полярной молекулы воды. Это чисто схематическое изображение, в котором подчеркивается только наличие двух полюсов, отрицательного и положительного. Нужно сказать, что вода, таким образом, благодаря своей полярной структуре, может способствовать диссоциации полярных молекул. Но это даже не единственный фактор, способствующий диссоциации соединений в водных растворах. Дело в том, что когда полярная молекула, молекула, содержащая, например, ионные связи, такая, как хлористый натрий, попадает в водный раствор, полярные молекулы воды в силу электростатического притяжения окружают молекулу растворенного вещества и соответствующим образом ориентируются вокруг каждого иона. Причем ионы, возникающие при диссоциации, сохраняют гидратную оболочку, что резко повышает устойчивость этих ионов. Это химическое взаимодействие между молекулами воды и молекулами растворенного вещества прекрасно подтверждает химическую теорию растворов, основанную Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Несмотря на стабильность таких гидротированных ионов, конечно, не исключена возможность их столкновения в растворе. И такое столкновение может приводить к объединению ионов в нейтральную молекулу, то есть к моляризации. Таким образом, процессу диссоциации распада на ионов постоянно противостоит в растворе процесс моляризации. И диссоциация должна рассматриваться как процесс обратимый. Именно поэтому обычно в уравнении их реакции вы видите не знак равенства, а знак обратимости процесса. Например, вот такой схемой представляется диссоциация соляной кислоты на водород, ион водорода и анион хлора. Для таких обратимых процессов характерно состояние равновесия, при котором скорость диссоциации и скорость моляризации уравниваются. Процесс идет постоянно. Одни молекулы диссоциируют, другие ассоциируются, моляризуются. Но скорости этих процессов равны. Для количественной оценки равновесного состояния диссоциирующих молекул применяется понятие степени диссоциации. То есть отношение числа молекул, диссоциировавших на ионы, к общему числу молекул в однонормальном растворе электролита. Вот перед вами схематическое изображение соляной кислоты в растворе. Здесь есть и молекулы хлористого водорода, и ионы, на которые хлористый водород диссоциируют. Ионы водорода и хлорид анионы. Для этого случая степень диссоциации, которая представляет собой отношение числа диссоциировавших молекул к общему числу молекул, составляет порядка 90%. Такова степень диссоциации соляной кислоты. Электролиты, диссоциирующие более чем на 30%, принято называть сильными электролитами. К числу сильных электролитов относятся почти все соли, а также многие кислоты и основания. Вот таблица сильных электролитов. Хлорная кислота – самая сильная из известных кислот. Ее степень диссоциации близка к 100%. Более чем на 90% диссоциируют азотная и соляная кислоты. Несколько меньше степень диссоциации серной кислоты. Гидраты окисей щелочных и щелочноземельных металлов также имеют высокую степень диссоциации, превышающую 70%. И что касается солей, то практически все соли, за очень небольшим исключением, диссоциируют почти на 100%. Это очень хороший электролит. Электролиты со степенью диссоциации от 3 до 30% относятся к электролитам средней силы. Именно таким электролитом является втористый водород. Точнее, втористоводородная или плавиковая кислота. В растворе втористоводородная кислота диссоциирует на ион водорода и вторит анион. И степень этой диссоциации порядка 15%. Таким образом, втористоводородная кислота не может быть отнесена к сильным кислотам. Это электролит средней силы. Вещества со степенью диссоциации меньше 3% считаются слабыми электролитами. Вот таблица некоторых слабых электролитов. Уксусная кислота, ее степень диссоциации порядка 1%. Угольная и сероводородная кислоты, степень диссоциации которых измеряется десятыми и сотыми долями процента. И основание, гидрат окиси аммония, слабое основание, степень диссоциации которого также порядка 1%. К числу очень слабых электролитов относится и сама вода, которая может диссоциировать, как вы знаете, на ионы водорода и ионы гидроксила. Обратите внимание на то, что в записи этой реакции стрелочки неравной величины. Этим подчеркивается, что вода диссоциирует в очень малой степени, преобладает процесс маляризации. Степень диссоциации воды составляет доли процента. И такая диссоциация должна приниматься во внимание только по сравнению со степенью диссоциации слабых кислот и оснований. Во всех остальных случаях диссоциации воды можно пренебречь. Появление теории электролитической диссоциации позволило рассмотреть на новом уровне и вопрос о классификации неорганических соединений. Действительно, давайте для примера рассмотрим реакции, характерные, например, для класса кислот. Здесь представлены самые типичные реакции, в которые могут вступать кислоты, например, соляная кислота. Это реакция с металлом с образованием водорода, реакция с солью с образованием новой кислоты и новой соли. И, наконец, хорошо известная вам реакция нейтрализации, реакция с основанием, приводящая к образованию соли и воды. И вот если рассмотреть не молекулярные, а ионные схемы этих реакций, то становится очевидным, что за все эти процессы ответственность несет именно ион водорода. Не так существенно, с каким анионом этот ион был связан. Потому что именно ион водорода при взаимодействии с металлом превращает металл в ион, а сам становится атомом водорода. Именно ион водорода взаимодействует с кислотным остатком или с ионом гидроксила в последней реакции. Поэтому мы можем дать следующее определение классу кислот. Кислотами называются соединения, которые при диссоциации в водном растворе в качестве катионов образуют только ионы водорода. Как вы видите, этим определением подчеркивается специфика кислот. Подчеркивается самое главное их свойство – быть источником ионов водорода. Интересно отметить, что кислоты, содержащие несколько ионов водорода, способны к ступенчатой диссоциации. Так, молекулы серной кислоты диссоцируют сначала с образованием ионов водорода и гидросульфат анионов, отрицательно одновалентных. Далее, при диссоциации по второй ступени гидросульфат анионы отщепляют еще один ион водорода и образуют сульфат анионы, отрицательно двухвалентные. Именно поэтому при добавлении к избытку кислоты небольшого количества щелочи образуются кислые соли. В случае серной кислоты это будут гидросульфаты, ибо ничто не стимулирует диссоциации кислоты по второй ступени, а таким стимулом мог бы явиться захват ионов водорода. Но если вы взяли недостаток щелочи, то ничто не стимулирует этой второй ступени диссоциации. Поэтому при определении степени диссоциации многоосновной кислоты обязательно следует указывать, о какой ступени диссоциации идет речь. Так, фосфорная кислота при диссоциации по первой ступени является кислотой средней силы. При диссоциации по второй ступени это уже слабая кислота. А при диссоциации по третьей ступени она может рассматриваться как очень слабая кислота. Если вы рассмотрите реакции, характерные для оснований, и используете при этом ионную форму записи уравнений, то легко убедитесь в том, что ответственность за большинство реакций, в которые вступают основания, также несет ион гидроксила. Именно поэтому основания целесообразно определять с точки зрения теории электролитической диссоциации следующим образом. Основаниями называются соединения, которые при диссоциации в водных растворах в качестве анионов образуют только ионы гидроксила. Основания также подразделяются на сильные, средние силы и слабые. И некоторые основания также способны к ступенчатой диссоциации. Теперь вы без труда сможете сами дать название классу, дать определение классу солей. Попробуйте сделать это самостоятельно, используя следующие примеры. Здесь приведены схемы диссоциации средней соли, сульфата натрия, кислой соли, гидросульфата натрия и основной соли, основного хлорида магния. Попробуйте дать определение классу солей, используя принципы теории электролитической диссоциации. По-видимому, наиболее полным будет такое определение. Соли — это электролиты, которые в водных растворах диссоциируют с образованием катионов металла. В случае основных солей катион металла может быть связан с ионом гидроксила. И анионов кислотного остатка. В случае кислых солей анион кислотного остатка может содержать ион водорода. Уже в основном постулате теории электролитической диссоциации было обращено внимание на полярный характер связей в диссоциирующих соединениях. Действительно, характер диссоциации той или иной молекулы предопределяется в первую очередь степенью полярности связей между атомами, которые образуют эту молекулу. Вот в чем принципиальное отличие большинства органических веществ от неорганических. Дело в том, что органические вещества, как правило, содержат неполярные или в малой степени поляризованные связи. И потому большинство из них не способно к диссоциации. В то время как неорганические вещества содержат сильно поляризованные связи. В общем случае мы можем все кислоты и основания представить общей формулой следующего вида. РОН, где Р это какой-либо атом или радикал. Все соединения, диссоциирующие с отщеплением ионоводорода, то есть с разрывом связи между водородом и кислородом, относятся и с образованием ионоводорода, относятся к классу кислот. Наоборот, соединения, диссоциирующие с образованием ионогидроксила, то есть с разрывом связи между радикалом и кислородом, должны относиться к классу оснований. Таким образом, принадлежность соединения к кислотам или основаниям определяется соотношением поляризации связей. ХО и РО. Если Р это атом металла, то связь между ним и кислородом сильно поляризована. В этом случае электроны связи металл-кислород оттянуты к кислородному атому, и связь между водородом и кислородом оказывается слабо поляризованной. По этой причине соединение типа металл-ОАЖ диссоциирует как основание с отщеплением ионогидроксила. Совершенно другая картина наблюдается в том случае, если радикал обладает резко выраженными металлоидными свойствами. Перед вами структура азотной кислоты. Благодаря наличию большого положительного заряда на атоме азота, а появление этого положительного заряда вызвано смещением электронных пар от азота в сторону кислорода, происходит стягивание электронов из связи ОН в сторону азота. А это, в свою очередь, сильно увеличивает полярность связи ОН за счет смещения общей электронной пары в сторону кислорода. Такое соединение, естественно, будет диссоциировать как кислота. Вот схема диссоциации азотной кислоты с отщеплением иона водорода. Возможны и такие случаи, когда радикал по своей способности быть донором электронов не очень сильно отличается от водорода. Тогда становится возможной диссоциация как по кислотному с отщеплением иона водорода, так и по основному типу с отщеплением иона гидроксила. Вот здесь представлена такая схема амфотерной диссоциации, когда вещество с общей формулой РОН может диссоциировать и как кислота с отщеплением иона водорода, и как основание с отщеплением иона гидроксила. Примером такого соединения, как вы знаете, может служить гидрат окиси алюминия. При диссоциации гидрат окиси алюминия по основному типу образуется ион алюминия и ионы гидроксила. При диссоциации того же соединения по кислотному типу происходит отщепление молекулы воды, и образующаяся мета-алюминиевая кислота диссоциирует с отщеплением алюминат, мета-алюминат аниона и иона водорода. Вот такие соединения, диссоциирующие одновременно и по кислотному, и по основному типу, называются амфотерными электролитами. В заключение давайте рассмотрим еще одно интересное явление, связанное с взаимодействием ионов, образующихся при диссоциации, при диссоциации в частности солей, с молекулами воды или с ионами водорода и гидроксила, которые также всегда присутствуют, хотя и в очень небольшом количестве, в растворе. Давайте сравним схемы диссоциации хлористого натрия и хлористого аммония. В то время как катионы натрия и анионы хлора соответствуют сильному основанию натрия H и сильной кислоте H-хлор, соляной кислоте, и поэтому не взаимодействуют с ионами гидроксила или ионами водорода, присутствующими в небольшом количестве в воде, катион аммония соответствует слабому основанию гидрату окиси аммония. И по этой причине катион аммония очень легко взаимодействует с ионом гидроксила. Вот здесь представлена схема диссоциации гидрату окиси аммонии. И вы знаете, что равновесие этой реакции сдвинуто в сторону маляризации. То есть степень диссоциации гидрату окиси аммония очень невелика, порядка 1%. Поэтому ионы аммонии, возникающие при диссоциации хлористого аммония, могут взаимодействовать с гидроксильными ионами воды, и в результате в растворе остается избыток ионов водорода. Вот ионная форма записи, реакции иона аммония с водой. Вы видите, что при этом образуется гидрат окиси аммонии, соединение, которое здесь записано в молекулярной форме, поскольку степень его диссоциации очень невелика, и остается избыток ионов водорода, несвязанных ионов водорода. А вот та же реакция в молекулярной форме. Такое взаимодействие соли с водой, приводящее к образованию свободной кислоты и свободного основания, называется гидролизом солей. Из этой реакции не очевидно, что среда становится кислой. Однако, если вы сопоставите степень и диссоциации гидрат окиси аммонии и соляной кислоты, то легко поймете, что в растворе есть свободные ионы водорода, но нет свободных ионов гидроксила. Гидролиз солей может приводить и к защелачиванию среды. Вот для сравнения приведены две схемы диссоциации опять хлористого натрия и сульфида натрия. Как мы уже говорили, ионы натрия и хлора не взаимодействуют с компонентами воды. А вот анионы сульфида, как анионы слабой сероводородной кислоты, могут легко взаимодействовать с катионами водорода. В этом случае в растворе происходит накопление гидроксильных ионов. Анионы сульфида, взаимодействуя с водой, образуют сначала гидросульфид анионы. Это первая стадия гидролиза. При этом уже происходит накопление гидроксильных ионов. А далее, если раствор достаточно разбавленный, гидросульфид анионы могут взаимодействовать с водой, с образованием свободной сероводородной кислоты и дальнейшим накоплением гидроксильных ионов. Нетрудно видеть, что такое накопление гидроксильных ионов, как, кстати, и накопление ионов водорода в предыдущей схеме, препятствует полному протеканию гидролиза. Поэтому далеко не вся соль, которую вы внесли в раствор, будет подвергаться гидролизу. Однако, если соль образована анионом слабой кислоты и катионом слабого основания, как, например, в этом случае, то гидролиз будет более полным. Это соль сульфид аммония, образована, как вы помните, слабым основанием гидрата мокиси аммония и слабой сероводородной кислотой. Поэтому при гидролизе такой соли не происходит накопление свободных ионов водорода или свободных ионов гидроксила. И те, и другие легко захватываются ионами, образующимися при диссоциации соли. Так что в этом случае гидролиз протекает наиболее полно. Таким образом, необходимым условием гидролиза соли является наличие в этой соли либо катиона, соответствующего слабому основанию, либо аниона, соответствующего слабой кислоте. Однако наиболее полно гидролиз протекает в том случае, если соль составлена катионом слабого основания и анионом слабой кислоты. Таким образом, сегодня вы познакомились с теорией электролитической диссоциации, выяснили причину, по которой происходит диссоциация неорганических соединений в водных растворах, и познакомились с принципами классификации неорганических соединений на основе теории электролитической диссоциации, а также рассмотрели вопрос о гидролизе соли. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...